Господи Божий мой, на тебя уповат, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, Святая Церковь воспоминает события усекновения главы пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна. В этот день за богослужением мы слышим два евангельских чтения. Воскресное от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42, и памяти крестителя. Это Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 14 по 30. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродиакона Отца Александра. Во время Оно, слыша Ирод, царь слух Иисусов, яви бобысь имя Его и глаголуше, яко Иоанн крестяй от мертвых хвоста, и сего ради силы деются о нем. Ини, глаголуху, яко Илья есть, ини же глаголуху, яко Пророк есть, или яко един от Пророк. Слыша же Ирод рече, яко Его же аз усекнух Иоанна, то есть, той воста от мертвых. Тойбо Ирод послав яд Иоанна, и связай его в темнице, иродиады ради жены Филиппа, брата своего, яко оженися ею. Глаголуш его Иоанн Иродови, не достоит тебе иметь и жену Филиппа, брата твоего. Иродиеже гневашеся на него, и хотяше его убите, и неможаше. Ирод, бо бояшеся Иоанна, веды его мужа праведно и свято, и соблюдаше его. И послушав его, много творяше, и в сладость его послушаше. И приключшеся дни потребну, игда Ирод рождеству своему вечерю творяше, князем своим и тысячникам, и старейшинам галилейским, и вшедши черь-то я иродиады, и плясавши, и угосши Иродови, и возлежащим с ним, рече царь девице, проси у меня, я же аще хощеши и дам ти, и клятся ей, яко аще попросешу у меня, дам ти, и до полцарствия моего. Она же и шедше рече матери своей, чесо прошу, она же рече главу Иоанна Крестителя. И вшедши Абия с отчаянием к царю, проси глаголюще, хощу дамидасе от него на блюде главу Иоанна Крестителя. И прискорбен бы в царь кляту же ради, и за возлежащих с ним, не восхоте отрещися и я. И Абия, послав царь спекулатора, повеле принести главу Иоанна Крестителя. И лико сотвориша, и научиша. Прочитаем это Евангелие в русском переводе. В то время царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало известно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья, а иные говорили, это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и воздлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь, у меня дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и воздлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел и отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили». Несмотря на то, что у иудеев не существовало обычая праздновать дни рождения, Ирод, подражая восточным царям, устроил в свой день рождения большой пир для вельмож, тысячи начальников и галилейских старейшин. По обычаям Востока женщины не могли присутствовать на пиршестве, только рабыням дозволяла сплясать перед мужчинами. Однако Соломея, дочь Иродиады, с которой незаконно сожительствовал Ирод, пренебрегла обычаям и, выйдя к пирующим, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. А потому он пообещал выполнить все, чего бы она ни попросила. Соломея вышла посоветоваться с матерью, на что последний ответил, что самым дорогим подарком для нее будет смерть Иоанна Крестителя, обличителя ее преступной связи с Иродом, а потому приказала просить головы Иоанна Крестителя. Ирод не желал смерти Иоанна Предтечи, но из самолюбия и ложного стыда не захотел нарушить клятвы, а потому послал своего оруженосца отсечь голову пророка и принести ее на блюде. Блаженный Феофилакт пишет, можно понимать рассматриваемое место в переносном духовном смысле. Так Ирод представляет собой грубо плотский народ иудейский. Он взял жену, то есть ложную и нелепую славу, дочь которой и поныне пляшет, и находится в движении у иудеев. Это обольщающее их знание Писаний. Они думают, что знают Писание, тогда как на самом деле не знают, ибо они обезглавили Иоанна, то есть пророческое слово, потому что не приняли главу пророчества, разумею, Христа. Мученическая кончина Иоанна Предтечи вновь указала на проблему, существовавшую в иудейском обществе. Никто из присутствовавших на Перу у Ирода не попытался отговорить его от убийства Иоанна Крестителя, равно как и их предки допускали умерщвление пророков, посланных Богом. Иоанн Предтеча был устами Божьими, обличителем пороков, грехов и страстей, являясь живым примером мученика за правду Божию, имея силу и смелость свидетельствовать истину. Пусть для нас, для каждого из нас, дорогие братья и сестры, Иоанн Креститель будет примером послушания Божьей воли, смирения и преданности Господу. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя упова, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok